здравствуйте друзья скажите бывает у вас такое вот вы в новогодние праздники садитесь возле компьютера берете чашечку оливье да я знаю что это не оливье это фламандия оливье вчера съел ну не суть так вот садитесь с чашечкой оливье за компьютер чтобы посмотреть что-нибудь новогоднее старое доброе чтобы поднять себе настроение включать компьютер ну и так чисто на всякий случай проверяйте сообщение вконтакте а там вам приятель отправил очередной новогодний высер либералов а в двадцать четвертом году к власти приходит сталин и праздничные гайки начинают активно закручивать елку обзывают буржуазной заразой поповским обычаем пережитком темного прошлого короче очередной дозой религиозного опиума для народа поэты композиторы писатели и партийные работники продолжают наполнять новый праздник новыми элементами и стирать у детей память о рождестве новые поколения не будут знать другого праздника они забудут и о символах и о значениях они познают лишь доброту социалистической родины и все новогоднее настроение уже утеряно теперь придется делать обзор на это подождите а куда подевалась елка кто ее похитил почему ее вообще нужно было возвращать самое главное что именно вернули детям вместо прежнего праздника и что эти дети в итоге передали нам с вами начало уже интригует не правда ли такая интонация что же они нам подсунули вместо рождества и тревожная музыка и под эту музыку показывают кадры советского нового года но мне кажется чуть чуть не дожали надо было сделать вот так самое главное что именно вернули детям вместо прежнего праздника и что эти дети в итоге передали нам с вами вот так идеально ну ладно давайте смотреть дальше но в 1817 году жена великого князя николая павловича бывшая немецкая принцесса и будущая российская императрица александра федоровна ставит в своих покоях рождественскую елку ну так же как привыкла делать это у себя на родине традиция закрепляется при дворе а в 40-х годах 19 века елка становится обязательным атрибутом рождества в богатых ну а потом мы и не в очень богатых домах и что же вы думаете у нее тут же появляются противники почему ну конечно потому что елка это чуждая нам ценность навязанная западом славянофилы уверены что елка вытесняет исконно русские святочные обряды но самым могущественным противником елок становится как ни странно официальная церковь в 80-х годах позапрошлого века святейший синод регулярно издает запреты на елки в школах и гимназиях потому что это не соответствует воспитательным целям и вообще бесовские игрище короче оградите детей от вредного воздействия елок забавно что когда дело касается рождественских нововведений 19 века то она осуждает традиционалистов но когда встает вопрос о советских нововведениях то она сразу же встает на сторону традиционалистов и прогрессивная либеральная повесточка куда-то сразу же испаряется заметили приказано вернуть именно елку но не рождество статьи этого слова нет зато есть кое-что другое на площадях у елочных подарок большое оживление какая ловкая подмена мы 15 лет боролись с елкой потому что она рождественская а теперь отлепим ее от религии с идейно чуждыми чудесами и прилепим к безопасной смене цифры на календаре только что и как тут праздновать в чем фан где радость где ожидание чуда поэты композиторы писатели и партийные работники продолжают наполнять новый праздник новыми элементами и стирать у детей память о рождестве новые поколения не будут знать другого праздником они забудут и о символах и о значениях ну конечно давайте плакать по утерянному рождеству клять проклятых большевиков за то что они заменили чисто религиозный христианский праздник рождество на светский новый год елка остается советскому новому году а православным остается юлианский календарь и рождество 7 января до революции но было 25 декабря а значит раньше и важнее нового года вы поняли да то есть рпц не хочет жить по нормальному григорианскому календарю а виноват во всем стали но в 18 большевики перевели всю страну на новый стиль то есть на григорианский календарь мы до сих пор с вами живем по этому календарю в ногу со всем миром и другими церквями включая многие православные но не рпц она 18 году большевиков не послушалась и дорого за это заплатила мог ли сталин сорок третьем перевести русскую церковь на григорианский календарь надо признать что сталин мог все но зачем отдавать православным елку и новый советский праздник он оставляет церкви архаичный календарь и путаницу с датами пусть и дальше празднует свое рождество 7 января у меня связи с этим даже анекдот родился у коммунистов ходит слух что либералы и консерваторы ничем по факту друг от друга не отличаются и те и другие выступают за капитализм но это совершенно не так на самом деле различия просто огромные когда в подъезде кто-то нассал патриоты говорят что во всем виновата сша а либералы говорят что во всем виноват сталин и тяжелое советское наследие сталинская политика в общем видимо не хочется заглядывать тут так печально слишком далеко вперед но видимо подрубила демографические корни того русского народа о котором он так беспокоится он никогда уже не не будет прежним и никогда не возродится в той форме в какой он был так сказать явлен человечеству в там скажем конце 19 начале 20 возможности воспроизводства возможности роста это стал уже другая общность людей обществом в котором мы живем и часть которого мы составляем вот с этим вот нерастущим с низкой рождаемостью с к сожалению очень ранней мужской смертностью еще одно спасибо советской власти некоторым при этом ростом продолжительности жизни и следовательно с большим процентом пожилых людей с ним вот эти все а великодержавные эксперименты просто невозможны потому что не на чем да вот такие вот они у нас лидеры общественного мнения одни физи гномистов и профайлинг пиарят с претензией на научность другие по развалившимся деревням и городам ездят с людьми общаются и ничего не понимают из того что им эти люди говорят я при коммунистах жила вот а теперь его третьи то на заказухи палятся то на откровенной лжи и фейках и их так называемые независимые журналистские расследования смотрят миллионы людей тогда как адекватных политологов экономистов историков практически никто не знает но давайте все-таки сегодня не будем о грустном давайте дальше смотреть все-таки рождество на дворе елка остается советскому новому году а православным остается юлианский календарь и рождество 7 января до до революции она была 25 декабря а значит раньше и важнее нового года но то что новый год празднуется раньше чем рождество не делает автоматом его более популярным так например шотландии именно новый год они рождество является главным зимним праздником хотя как вы наверно сами знаете никаких большевиков и сталина там никогда не было там 31 декабря сидят всей семьей у камина или печки смотрят на огонь символически сжигающий все невзгоды прошлого года загадывают на будущий а когда стрелки часов приближаются к 12 глава семьи открывает дверь настежь пока часы бьют в нее считается выходит старый и входит новый год потом все садятся за стол и начинается веселый праздник в таких традиционно христианских странах как польша германия или сша несмотря на то что действительно самые большие дорогие подарки дарят на рождество все-таки самым веселым самым шумным праздником у них тоже остается новый год да даже вспомните культовый сериал друзья помните серию в которой чендлер перед самим новым годом расстался со своей подругой дженнис и очень нервничал потому что под бой курантов ему некого было поцеловать и это было именно под новый год а не рождество поцелуйте меня хоть кто-нибудь скорее уже полночь поцелуйте меня поцелуйте ладно ладно только успокойся так что новый год отмечают пышно не только у нас но и на западе и то что за неделю до этого празднует рождество как-то особо этому не мешает опять же а в чем проблема сталина у власти нет уже 70 лет ссср нет 30 лет что сейчас мешает сделать рождество перенести обратно 25 декабря и праздновать его одновременно со всем христианским миром я только двумя руками за чтобы удалить наконец всю эту путаницу с датами только вот мне кажется вопрос надо задавать не сталину а верховным иерархом рпц и это в принципе основная мысли ролика ради которой все и затевалась конечно помимо основной мысли здесь есть много исторических справок и традиционных для канала а поговорить антисоветских высеров только задумайтесь об обстановке начала тридцатых в ссср стране голод крестьян раскулачивают загоняют в колхозы и отнимают еду в начале тридцатых от недоедания погибает по разным подсчетам от двух с половиной до семи миллионов человек поправочка раскулачивать не просто крестьян а богатых крестьян то есть кулаков это очень важная деталь если вы откроете хотя бы в википедию то вы увидите что всего раскулачивание было подвергнуто порядка двух миллионов человек то есть когда она говорит крестьян раскулачивают в голове убывателя сразу картинка что всех поголовно раскулачивает но на самом деле 2 миллиона от 120 миллионов сельского населения в тридцатых годах в ссср это порядка полутора процентов и нет я сейчас не хочу сказать как некоторые сталинисты что 2 4 миллиона человек это мало или то что это не было трагедии или то что там 300 тысяч человек которые погибли из-за неправильной организации перевозки из-за неправильного подготовки эшелонов так далее что это все норм но все-таки когда мы вещаем на многомиллионную аудиторию когда мы дружим с деятелями науки считаем себя прогрессивным блогером научных взглядов надо быть чуть-чуть повнимательнее к деталям и говорить людям правильно раскулачивали зажиточных крестьян которые отказывались объединяться в колхоз идет индустриализация официальная пропаганда рассказывает про счастливую жизнь при этом людей накачивают паранойя по поводу вездесущих вредителей шпионов и врагов народа ищут заговоры и поощряют доносы до пропаганда действительно сгущало краски насчет этого но стоит признать что вредители и шпионы в раннем сср действительно были в большом количестве причем все годы так называемого спокойного нэпа когда крестьян не драконили коллективизации когда казалось бы относительно мирная жизнь постоянно нарастали экономические преступления и анти государственные деяния в купе с провалом хлебозаготовок это и послужило триггером к форсированной индустриализации и репрессиям то есть сначала без принуждения только добровольно через агитацию убеждали крестьян объединяться в колхозы и надо сказать это делали многие особенно выходцы из небогатых крестьянских семей для которых традиционная для россии крестьянская община была привычным видом ведения хозяйства ну а потом когда процесс зашел в тупик тут действительно уже начали действовать силой и тут большевиков сложно судить с одной стороны им необходимо производить ускоренными темпами индустриализацию на которую российской империи не хватило и чем-то кормить рабочих городах а с другой стороны у тебя кулаки которые прячут урожай по подвалам и тайникам не хотят его продавать по госценам хотят его тайком на черном рынке продавать в три дорого традиция закрепляется при дворе а в сороковых годах девятнадцатого века елка становится обязательным атрибутом рождества в богатых но потом мы и не очень богатых домах а на словах потом рождественские елки появились и в домах небогатых людей она показывает картинку уже советской эпохи это картина хмелевой елены новый год ориентировочно 1963 года а знаете как я догадался что это именно после революционная живопись до верхушки елки тут не видно по пятиконечной звезде можно было бы быстро определить советское время происходит действие на картинке или в дореволюционной но на столе стоит фигурка деда мороза которого до 1917 года не особо использовали как символ рождества собственно ирина на 16 минуте сама же рассказывать что современный образ деда мороза появился уже после 1935 года уже при сталине вот он дед мороз каким мы его сейчас знаем как его слепили да вот со свеженького кока-кольного санта клауса только если буржуйский вариант в красном наш будет синим и раз ихний в коротком полушубке наш будет в длинном камзоле в общем так копировали так копировали что придумали снегурочку аналогов которой нет в западной традиции 37 году в доме союзов на елке впервые появляется снегурочка до этого ее видели в пьесе островского и в опере по этой самой пьесе но в доме союзов она знакомится с морозом входит в рекомендованные сценарии праздников больше они с дедом не расстаются ну совки конечно чё с них взять ничего сами придумать не могут только копируют и спутник наверное первые где-то слезали и как гагарина в космос отправить тоже где-то подсмотрели и мусоропереработку ну никак в ссср придумать не могли все ненужное на слом соберем металлолом ну нет не могли они такого придумать все эти эко тренды наверняка из прогрессивной европы пришли кстати о эко повестке дельную кампанию разворачивают в прессе экономисты тысячи деревьев могли бы послужить строительным материалом топливом или остаться в лесном фонде российской империи а люди их просто украшают без всякой экономической пользы еще и маяковский поддерживает антирелигиозную агитацию почему я с елками пристал мой ответ не долг нечего из-за сомнительного рождества христа миллионы истреблять рожденных елок где-то на этом месте заплакала грета тумбер заплакала от того что она не жила в одно время с маяковским и не могла пожать ему руку потому что это черт возьми прогрессивная эко повестка только на сто лет раньше до того как это стало мейнстримом да и кто не знает рециклинг стеклотары и переработка многих видов отходов в ссср стали массовыми еще задолго до западной европы и японии в ссср сбор отходов был частью повседневной культуры перед населением ставили задачу максимально полезно использовать любой допустимый для переработки ресурс еще в 1920-х годах с началом первых пятилеток людям начали постепенно прививать идеологию бережного использования ресурсов тогда были организованы зачатки комплексного сбора отходов через какое-то время выделилось пять групп ресурсов участвующих во вторичном обороте стекло макулатура текстиль шины и полимерные материалы власти создали мощную и эффективную систему сбора отходов обеспечивающую отличную мотивацию для простых людей к сожалению после развала союза эта система исчезла а страна буквально погрязла в мусоре впрочем японское настоящее это хорошо забытое советское прошлое именно опыт ссср в использовании вторсырье макулатуры и металлолома которые собирали семьями дворами школами и лег в основу антимусорной концепции японии 60-х ну а тут коммунисты представлены как какие-то фрики которые воюют против традиций хотя казалось бы это же эко повестка за которую кстати как и за другие западноевропейские ценности ирина активно топит знаете сколько здесь сейчас градусов минус 30 минус 50 на самом деле плюс 1 неужели то про что мы так часто слышим в последнее время действительно правда и мы уже живем в эпоху глобального потепления и если ничего не предпринять следующий раз я здесь буду стоять уже по колено в талой воде но это объективный научно-популярный фильм они что-нибудь там еще и когда-нибудь ваша коммунистическая гитуха поэтому если рубить поменьше елок предлагает гринпис то это хорошо а если это же самое предлагает маяковский то мы резко против этого если мы обсуждаем женский вопрос то мы конечно же против патриархата традиции религиозного догматизма и так далее но если при ссср новый год превратился в светский праздник то это ай-яй-яй надо поругать по сокрушаться над тем что традиционный христианский посыл утерян из-за этих проклятых совков в общем классический случай двойных стандартов которые я называю либерализм головного мозга ну и вишенка на торте это про открытки которые опять же злобные большевики запретили открытки входят в моду в западной европе и становятся бешено популярными в россии люди посылают открытки кипами на соседнюю улицу в другой город и дальнее село все шлют друг другу открытки влюбленные друзья родственники подчиненные начальникам прислуга господам гимназисты друг другу рабочие в деревню родителям но революция затыкает этот рок открыточного изобилия выпуск открыток полностью прекращен после семнадцатого года потому что советская власть объявляет их элементом буржуазного быта это каким таким замечательным образом все поголовно посылали друг другу открытки в российской империи если уровень грамотности в империи составлял 27 процентов и я вам напоминаю что письма это не гифки это не голосовые сообщения их нужно читать нужно уметь читать чтобы хотя бы понимать от кого пришло это поздравление да и большинство крестьян просто перманентно недоедали и жили примерно вот так думаю они не стали бы тратить лишние деньги на какие-то поздравлялки да и куда слать для того чтобы слать в другой город в другую губернию нужно сначала побывать в этом другом городе и другой губернии то есть путешествовать а крестьяне как правило из своей деревни практически всю жизнь не вылезали а для того чтобы путешествовать нужны какие-то лишние деньги которых у большинства не было в общем ирина или кто и там пишет эти тексты совершенно не вникает в исторический контекст и переносит наше сегодняшнее отношение к вещам на события столетней давности ну или как всегда у антисоветчиков все перепутано при царе хрустели французской булкой на балах и пили шампанское один процент дворян и промышленников а по их версии все так жили славно пока не пришли кровавые большевики и все не испортили раскулачивали только зажиточных крестьян ну а у них раскулачивали все в общем очень объективненько друзья но я предлагаю уже принимать просто радикальные меры давайте с вами загадаем деду морозу желание чтобы в 2022 году у либералов наконец-то отключился антисоветизм головного мозга ведь они в целом такие хорошие за науку за демократию борется против репрессии против мракобесия вот если бы они использовали хотя бы половину того критического мышления которое они используют для разоблачения какой-нибудь путинской пропаганды но только применительно к советской эпохи цены бы им не было ну это я конечно же шучу чудес не бывает а то как быстро у граждан из головы исчезнут все вот эти антисоветские мифы целиком зависит от нас с вами я предлагаю нам в наступившем 2022 году не надеется на суперсилу у деда мороза и еще активнее работать на ниве просвещения и агитации еще активнее создавать и распространять по-настоящему объективный научный контент спасибо всем кто поддерживал канал финанса в 2021 году это был поистине непростой год наполненный противоречивыми сложными политическими событиями спасибо всем кто репостил мои работы комментировал для продвижения и всячески способствовал работе канала с наступившим вас рождеством и наступающим уже по юлианскому календарю новым годом удачи и побед вам в новом 2022 году а с вами был василий садонин и канал выход есть скоро увидимся пока удачи